МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 75 лет исполнилось Рязанскому авиационному ремонтному заводу. Такие же, как на фронте, рязанские ветераны накануне Дня Победы получат поздравительные телеграммы от руководителей страны в конвертах образца военных лет. Песней Победы завершился фестиваль поклонимся великим тем годам. Ну а теперь обо всем подробнее. Сегодня 75-летний юбилей отмечает 360-й авиаремонтный завод, который располагается в Дягилево. В свою историю завод ведется авиаремонтных мастерских в далеком Забайкалье. За годы же Великой Отечественной войны мастерские возвратили в боевой строй более 1200 самолетов Пе-2, Ил-2, Ил-10 и По-2, а также около 500 авиадвигателей. Ну а после передислокации в Рязань завод становится базовым ремонтным предприятием для самолетов дальней авиации, продлевая жизнь самолетам Ту-16 и Ту-22 всех модификаций. Праздничные мероприятия сегодня проходили на территории предприятия. Нынешний год выдался богатым на юбилеи. Главное – это без сомнения 70-летний юбилей победы в Великой Отечественной войне. Но есть еще одна значимая дата. Отмечает свое 75-летие авиационный Рязанский завод. 75 лет – это серьезная дата для человека, а для завода такого масштаба – это значимое начало пути. У нас сегодня в этом зале вообще мощнейший представительство. От Возвеженки до Калининграда, от Санкт-Петербурга до Краснодара. И с нами же здесь находятся наши ветераны заслуженные, которые перевозили завод сюда, которые прилагали все усилия для того, чтобы вот сейчас он был такой, о котором говорят и его показывают. На протяжении многих лет завод поддерживает обороноспособность и безопасность страны. А трудовые династии и высококлассные профессионалы – основа основ для предприятия, отметил губернатор Рязанской области Олег Ковалев. И когда возникали разговоры о том, что вот нужно ли, не нужно там и так далее, значит, моя позиция всегда была такая, что завод крайне важен и нужен для страны как важнейшее предприятие, обеспечивающее стабильность оборонного комплекса, особенно нашей дальней тяжелой авиации. Поэтому я от всей души поздравляю вас всех с этим праздником. Я желаю заводу как можно больше заказов. Значит, сейчас мы в кулуарах обмелись мнением, а новые самолеты сможем делать, сможем. Главные герои праздника – ветераны. Это те люди, кто стоял у истоков строительства цехов, кто перевозил в 50-х заводское оборудование на Рязанскую землю из-за Байкалия. Те, кто начинал здесь работу с нуля. Ценные подарки и грамоты получили сегодня заслуженные работники, инженеры, начальники цехов. Отец служит в авиации техником, служил сейчас на пенсии. Сам живу в Дягилево, недалеко до работы. Ну и нравятся вообще самолеты, авиации, железо, так сказать. И хотя работники авиаремонтного завода связаны с авиацией только на земле, про них сегодня звучат заслуженные ими слова. Кто хоть однажды был крылатым, приписан к небу навсегда. Праздничные мероприятия, посвященные 70-летнему юбилею Победы, продолжаются. Накануне чествовали участников Великой Отечественной войны, которые живут в московском районе Рязани. В городской клинической больнице номер 5 состоялось торжественное чествование ветеранов. Коллектив устроил праздник для ветеранов, которые закреплены за больницей. Для них был организован концерт, а также чаепитие. Во-первых, мы, естественно, помним о этом великом событии в Великой Отечественной войне. Самое главное, чтобы не забывали наши потомки, наши дети, внуки, правнуки, у кого есть. Потому что об этом очень значимом событии нужно не забывать, я считаю, и всячески чествовать, и вспоминать наших дорогих ветеранов. Участники Великой Отечественной войны, согласно указу президента, могут бесплатно оформить авиабилеты на перелет по России в период с 3 по 12 мая. Заказы оформляются на почте. А для получения билета в почтовом отделении участнику Великой Отечественной войны необходимо предъявить всего два документа удостоверение ветерана войны и паспорт. И еще российские почтальоны будут разносить по квартирам ветеранов Великой Отечественной войны поздравительные телеграммы от руководителя государства и письма от школьников. Надо сказать, что ребята к написанию своих посланий подошли весьма ответственно. Следующий видеорепортаж тому пример. Во время Великой Отечественной войны основным способом общения между солдатами на фронте и родными в тылу оставались письма. Ни одна выставка, посвященная войне, не обходится без писем военного времени. Почта России провела в нескольких школах города акцию под названием «Благодарность земляков. Тепло ладоней». Суть этой акции заключается в том, что каждому ветерану Великой Отечественной войны и всем труженикам тыла вместе с президентскими поздравлениями будут доставлены фронтовые треугольники. Эти фронтовые треугольники будут складываться школьниками и волонтерами по всей области. Такой конверт-треугольник, обычно тетрадный лист бумаги, сначала загнутый справа налево, потом слева направо. Оставшаяся полоса бумаги вставлялась как клапан внутри треугольника. Готовое к отправке письмо не заклеивалось, его все равно должна была прочитать цензура. Да и почтовая марка была не нужна, так как адрес писался на наружной стороне листа. Каждый такой треугольник ребята складывали с особым старанием. Очень с такой большой серьезностью, с ответственностью. Как же это? А у меня получится. Получится, конечно, потому что надо, чтобы ветерану понравилось. Потому что мы их любим, потому что они нам подарили жизнь. Вы не поверите, такие маленькие и такое вот чувство ответственности за то, что они делают. С самых первых дней войны почтовая связь была единственной ниточкой, дающей возможность получить весточку из дома. Многие ветераны до сих пор хранят свои заветные письма-треугольники в своих архивах, напоминающие им о фронтовых днях. А теперь к оперативной информации. Рязанские полицейские разоблачили преступную деятельность организаторов подпольного и горного клуба. Незаконное казино располагалось в одном из петельных заведений Московского района. Попасть внутрь заведения было непросто, но полицейские все-таки нашли метод и способ прекратить нелегальный азартный бизнес. Сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов СОБР пресекли в Рязани деятельность подпольного и игрового клуба. Полицейские получили оперативные сведения о том, что в одном из домов на улице Народный бульвар организован клуб азартных игр. В ходе проверки выяснилось, что игорное заведение расположено в дополнительном помещении обычного кафе, войти в которое мог любой желающий. А вот массивная металлическая дверь открывалась только для проверенных посетителей. Организаторы подпольного бизнеса попытались защитить себя и свой игровой клуб мерами конспирации. Даже подходы к двери контролировались с помощью камер видеонаблюдения. Но оперативникам удалось выяснить все подробности деятельности игорного заведения и личность злоумышленников, которые были причастны к организации азартных игр. Чтобы войти в клуб полицейским спецназовцам, пришлось применить спецтехнику. Собровцы срезали запоры и выбивали замок на металлической двери. Из помещения игорного клуба изъяли 10 комплектов компьютерного оборудования, подготовленного для проведения азартных игр и крупную сумму денег, в ближайшее время в отношении злоумышленников будет возбуждено уголовное дело. А рязанские спасатели провели масштабную тренировку по ликвидации последствий происшествия природного и техногенного характера. Командно-штабные учения проходили в течение этих трех дней. В учении были задействованы все регионы, в том числе и Рязанская область. Первый день были отработаны действия по ликвидации аварии на железнодорожном транспорте. На месте условного происшествия было организовано оказание помощи пострадавшим и доставка их в лечебное учреждение. Решались вопросы взаимодействия экстренных служб с нештатными аварийно-спасательными формированиями. Во второй день проходила тренировка по ликвидации последствий взрыва бытового газа в жилом доме. В ней были задействованы пожарные и спасательные подразделения, которые организовали эвакуацию пострадавших с применением различных способов спасения из горящего здания и извлечения из-под завалов. Завершающим этапом учения стала тренировка по тушению природного пожара, который является характерным сезонным риском на территории Рязанской области. В тушении были задействованы пожарные подразделения, в том числе специальная часть по тушению крупных пожаров. Привлекались работники ГБУ Рязанской области, ПОЖЛЕС и курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Во время учения на месте условных происшествий работал подвижный пункт управления Главного управления МЧС России в Рязанской области. В его составе командно-штабной автомобиль, выездной пресс-центр, пункт оказания психологической помощи пострадавшим, автомобиль связи, модуль для работы комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. В Главном управлении МЧС России в Рязанской области была организована работа оперативного штаба. В течение трех дней в полевых условиях была организована работа аэромобильной группировки Главного управления МЧС России в Рязанской области. В ходе учения личный состав аэромобильной группировки отработал погрузку для переброски к месту условного происшествия воздушным транспортом. А вот сотрудники миграционной службы заинтересовались мигрантами, которые сейчас делают ремонт в Рязанском цирке. Пока о выявленных нарушениях не сообщается. Но у работающих в цирке иностранных граждан проверили документы на предмет возможных нарушений миграционного законодательства. Сотрудники регионального управления Федеральной миграционной службы совместно с отрядом народных дружинников провели профилактический рейд по выявлению правонарушений в сфере миграционного законодательства. Делегация направилась с проверкой на территорию Рязанского цирка, в котором, как известно, сейчас идет ремонт. В настоящее время установлено, что осуществляют трудовую деятельность на территории данного объекта граждане Республики Беларусь, граждане Республики Кыргызстан и граждане Республики Молдовы, а также граждане Российской Федерации, Республики Дагестан. В настоящее время УФМС Рязанской области проводит проверку документов и сверку по системам миграционного учета на законность осуществления данными гражданами трудовой деятельности и их пребывания на территории Российской Федерации. В целях профилактики и недопущения совершения правонарушений миграционной направленности подобные мероприятия в областном центре будут проводиться и в дальнейшем. А теперь вновь о мероприятиях ко Дню Победы. В 7-й детской школе искусств прошел второй межрегиональный конкурс-фестиваль «Поклонимся великим тем годам». Конкурс творческий и разнообразный. Ребята демонстрировали свои таланты в умении игры на музыкальных инструментах, в пении, живописи, а также танцах. В детской школе искусств номер 7 состоялось открытие второго межрегионального конкурса фестиваля «Поклонимся великим тем годам», который посвящен победе в Великой Отечественной войне. Участие в нем приняли учащиеся школы Рязанской и Московской области. Главной целью этого конкурса является сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, проявление уважения к ветеранам войны и тыла за их героические подвиги и формирование гордости за свою любимую родину, за ее героическое прошлое. В конкурсе принимает участие 1128 человек, 301 преподаватель, 67 концертмейстеров из 54 учебных заведений. В основном это детские школы искусств города Рязани, Рязанская и Московские областей. И первоклашки, и будущие выпускники демонстрировали многоуважаемым членам жюри свои умения игры на различных музыкальных инструментах, исполняя композиции, посвященные военной тематике. На чем ты играешь? На пианине. А что ты будешь сегодня играть? Бабочку. Настя и Ваня, а ну-ка приедем? Из Сасово. Ребята, на чем вы сегодня будете играть? На фортепиано, да. Тоже на фортепиано. Что будете исполнять? Я марша к Амаринску, веселый крестьяне на тревожные минуты. На чем ты будешь играть? На фортепиано. А что будешь исполнять? Вечерняя прелудия Сонова и марш в Прокофьево. Замечательный коллектив, замечательный преподаватель, что мы знаем давно. Он многое, очень плодотворное, творчески работает. По-моему, за прошлом году являлся одним из лучших преподавателей в Рязанской области. Среди задач конкурса пропагандировать через искусство историческое значение победы в Великой Отечественной войне, активизировать творческую деятельность коллективов. Участие в фестивале – это стимул для роста профессионального мастерства исполнителей и расширения сферы творческих и профессиональных контактов. Компетентный жюри будет оценивать выступления конкурсантов в нескольких номинациях – инструментальное, вокальное и хоровое исполнительство, творческая работа, изобразительное искусство и хореография. И на этом наш сегодняшний информационный выпуск новостей подошел к концу. Ну а далее в эфире программа подробностей. Гостем в студии станет директор Рязанской филармонии Галина Соколова. И речь пойдет о том, как лучше зрителям сейчас приобрести билеты на концерты. А на сегодня с новостями это все. И до встречи в эфире. Уважаемые жители города, Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Субтитры создавал DimaTorzok